Вчера в Минске экстренно посадили, я даже сказал бы так, не сел, а посадили лайнер, следовавший рейсом Афины Вильнюс, компания Ryanair Значит, много по этому поводу рассуждений, вот вы сейчас видите, как он летел, как он почти подлетел к границе с Литвой И до Вильнюса, как говорят, ему оставалось там всего 80 километров, но тем не менее поступило сообщение о заложенной на борту бомбе Его развернули, сопровождал этот разворот МиГ-29, самолет посадили, тщательно обыскали, бомбу не нашли, нашли только бывшего главного редактора телеграм-канала НЕКСТа Романа Протасевича Ну вот нас сейчас во всем этом, и в принципе все рассуждения по поводу этого события, они вот начинаются от, собственно, этого самого Романа Протасевича А нас, в общем-то, интересует немножко другой момент, что происходит на борту, что происходит с пилотами, когда им вдруг неожиданно сообщают У вас на борту, возможно, бомба, разворачивайтесь, садитесь в незапланированную аэропорту, насколько это экстремальная ситуация для этих профессионалов? Ну, я могу так сказать, так как предположительно, есть некое предположение, да, мы не можем ни настаивать, ни утверждать, но есть некое предположение, что это работа спецслужб Даже наш, один из представителей спецслужб сказал, ну нифига себе, такого на моей практике еще не было, значит, типа признав, что, скорее всего, в этом есть некая интрига А вот, и поэтому, на мой взгляд, тут есть этическая сторона делает, не просто так, как работает экипаж, значит, вот в таких условиях, да Просто я полагаю, мы хотим понять, насколько это было штатно, насколько это было, ну, скажем, безопасно Или наоборот, стоит ли вот такие вот игры играть там на будущее, кому бы это ни было, если такое придет в голову Вот что, в принципе, людям интересно узнать Чем рисковал экипаж и пассажиры этого самолета Да, насколько, какая ситуация, да, вот у экипажа, если, в принципе, получает такое сообщение, да Ну, Орех, я думаю, надо поговорить с экспертом Хорошо, у нас на связи Олег Михайлович Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации, общественного совета Ронстранснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Михайлович, здравствуйте Здравствуйте Ну, вот вы слышали вот наше рассуждение, потому что, ну, для нас это, так сказать, если вдруг я себя представляю за рулем автомобиля, если мне скажут, что у тебя сейчас что-то тут взорвется, руки-то задрожат И даже просто припарковаться, можно быть, не получится, так просто А вот что происходит с пилотами в воздухе, насколько это для них ситуация, вот, ну, насколько она, степень нештатности эта ситуация Стресс, да, пожалуйста, Олег Михайлович Ну, во-первых, руки у нас никогда не дрожат, даже если более серьезные вещи происходят Потому что дрожание рук передается на силу подъемной силы крыла, на показатель подъемной силы крыла со всеми вытекающими отсюда последствиями И все эти вещи регламентированы, очень строго регламентированы во всей мировой авиации Как надо действовать в такой ситуации? Вот, возьмем землю, у нас только в России, как вы знаете, вы лучше, чем мы осведомлены об этом Каждый день какой-то аэропорт угроза взрывать по телефону Оказывается, когда закрывают его, проверяют там колоссальные силы и средства, кстати говоря, тратят на это дело Ничего подобного там нет, это было фейком И здесь посложнее ситуация в полете И вдруг поступает экипажную ситуацию, информация о том, что у него на борту взрывное устройство Что делать экипажу? Экипаж прекрасно знает, что делать, как он и поступил Он производит посадку на ближайшем аэродромом, который под крылом его самолета в данный момент В данный момент это был аэропорт Минск Был бы другой аэропорт, значит, он на другой аэропорт бы пассажиров Я вот интересно прослушал радиосвязь Диспетчер Минска и экипаж, командир корабля Который много раскрывает Диспетчер, понимая всю важность вопроса Задает экипаж вопрос на прекрасном английском языке Кстати говоря, надо белорусам диспетчер УВД поставить 5 с плюсом Четвертый уровень, язык там однозначно английский Спрашивает его Скажите, откуда у вас эта информация? И даже расшифровывает вопрос От аэропорта вылета, от аэропорта прилета или от авиакомпании? На что командир корабля отвечает Это наше решение Произвести посадку Минский Ну и все Значит, тут все закрутилось, как и положено по регламентам Значит, ему дают зеленую улицу Разгоняют другие аэропорты И его посажают, так сказать, вне очереди Все прекрасно произошло Самолет посадил опт на экипаж И ничего на нервную систему это не подействовало Экипажа Все пассажиры живы и здоровы Они даже об этом и не знали Что такая ситуация И почему это происходит И через некоторое время После огромного объема работ Который за этим последовал Это проверить весь самолет Проверить каждый чемодан Там 150 человек, пассажиров было 150 чемоданов проверить Проверить все закоулочки самолета Все щели Ниши шасси, нет ли там ничего Это колоссальная работа Олег Михайлович, Олег Михайлович, а в воздухе подобной проверки нет? Вот если, например, если командир корабля получает такое уведомление, что на борту заложена бомба Единственное, что его решение это приземлиться на ближайшей площадке, на которой это можно сделать Вполне возможно, это даже может не оборудованный аэропорт быть Ну, короче, нужно приземляться Или все-таки есть какой-то реглан по поиску, например, этой бомбы Или что-нибудь еще Ну, как эту бомбу можно найти в полете В аппарате, который киснет скоростью 1000 км в час На высоте 10-12 км в безжизненном пространстве, по сути дела И ведь бомба может быть заложена и, скорее всего, в грузовом отсеке Куда ни один член экипажа не дойдет и не проникнет В чемоданном отсеке, куда не пройдешь, не пролезешь В нишах шасси, которые тоже никак... То есть это бесполезное дело Искать просто так отвлеченно Потому что бомбу можно заложить где угодно И так на практике и было Поэтому экипаж руководствуется одним Узнав, получив эту информацию Ему надо быстро к земле То есть это экстренное решение Экстренная посадка на ближайшем аэродроме Олег Михайлович, вот Скажите Мы предполагаем, что это был фейк Но, судя по всему, не нашли ни бомбы, ничего То есть это была дезинформация Мы знаем, что очень многие любят этим промышлять Ну, есть звонки, что в школах заложена бомба Что есть на вокзалах и так далее И тому подобное Скажите, по степени тяжести Вот такого преступления, я бы сказал На каком месте стоит авиация, когда люди в воздухе Вот подобные, если предположить, что это было Я не знаю, какой-то вот Ну, люди развлекаются таким образом Такое тоже бывает Короче говоря, с нашей точки зрения И с точки зрения закона это преступление Но на каком месте стоит Вот подобное заявление Ну, я считаю, что это трудно Тут определять место Самое тяжелое преступление Это убийство человека И если его не случилось То не знаю, считать его тяжелым или нет Это вот просто Просто если два Если есть два звонка Говорят, например, на вокзале Да Заложена бомба Или в поезде заложена бомба Вот И в самолете Что страшнее? В самолете, конечно Конечно, в самолете По многим причинам Одна главная причина Вы находитесь в самолете Летите куда-то Высота у вас 11-12 километров Там безвоздушное пространство Мгновенная разметизация самолета От взрыва Влечет к гибели Всего живого на борту Олег Михайлович Я имел в виду С точки зрения Ложной информации Понимаете Вот Я понимаю, что У летчиков Руки не дрожат Но Все-таки Это экстренная ситуация Правильно? Ты предполагаешь Мы не можем За всех летчиков Особенно учитывая Мы неоднократно с вами Разговаривали в эфире Что есть, в принципе Большие издержки Сегодня не то, что Нашего обучения Но и мирового обучения Как сегодня Готовят летчиков По сути Превращая их В операторов ИВМ То есть Смотреть, как летит самолет Вот Вот мой вопрос Я понимаю, что Если бы эта ситуация Была лет 30 тому назад И это бы Случилось там в России Там, не дай бог Мы понимаем Что за мастерство было У каждого пилота Которому доверяли Лайнер Вот Но что говорить Сегодня Сегодня другое время Насколько это опасно Настолько Сегодняшние Сегодняшние летчики Готовы принять Вот такой вызов Как они себя ведут Насколько адекватно Кто за это Может сегодня поручиться Я просто хочу Понять степень Опасности Не просто Заложенной бомбы На борту А самого заявления О том, что Она там Находится Ну Возьмем Конкретный случай Вот я прослушал Радиосвязь Реальную радиосвязь Экипаж Как я уже говорил Экипаж Диспетчер Командир корабля Совершенно Спокойно Совершенно Спокойно Отвечает Это Наше решение Никто Так сказать Не диктовал Этого решения Садиться в Минске Это наше решение Мы следуем Этому решению То есть Абсолютно Спокойно И Как он Просадил самолет Мастерский И Как потом Продолжен рейс Все это Говорит о том Что у него Достаточная Квалификация И достаточная Выдержка Для того Даже выходить Из таких положений С честью И с достоинством И совершенно Спокойно Спасибо Олег Михайлович Спасибо большое За ваш комментарий Олег Михайлович Смирнов Председатель комиссии По гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Заслуженный пилот Советского союза Спасибо большое Олег Михайлович